У нас похолодание. 20 градусов. Ощущается как ноль. Солнышка нет. Смотрите, как все дотянуло. Очень холодно. Прям хочется перчатки одеть, шапку, шарф. Чтобы теплые. Поехали. Холодно. У нас тут очередной завиток в нашей яхте на жизнь. В общем, через три дня на нас выходит шторм, который уже сформировал глаз, но ураган пока ему не дают. Будем сейчас опять что-то предпринимать, штормоваться, переставлять лодки. Ветер обещают пока 65 узлов на порывах. Но это пока. Вчера вечером обещали на тот же самый день 40 узлов на порывах. Сегодня уже 65. 70 уже? 70 уже. 70 уже. 70 уже. 70 уже. Плохо обещают. Поэтому. В общем, стоим мы вот здесь вот. Так, где у нас? Вот вторник вечер. Мы стоим вот здесь. И вот он к нам приближается. Опять все сиреневенькое. И вот глаз пройдет под нами и нам даст самый как раз сильный ветер. Вон цепь, как у нас обросла, пока мы стояли. Сколько выкидывать? 30 или 40? Полностью. Мы привязали к якорю поплавок. В общем, на всякий случай, чтобы знать, где наш якорь. Потому что мы планируем бросать еще второй. В общем, ну, перезавелись мы сюда, ближе к берегу. Ветер оттуда будет, потом оттуда от моста. И когда все будет заканчиваться, нам обещают ветер, что нас будет чуть прижимать уже чуть-чуть туда. Но не как в прошлый ураган, что нас все время туда тащило. Поэтому, в общем, пытаемся тут маневрировать. Ладно, я выкладываю полностью 45 метров. Чем еще заняться, пока ждете очередной ураган? В общем, мы придумали себе такое занятие. Мы нашли в магазине вот такое чудо-средство. Ну, говорят, что это на самом деле чудо-средство. Стоит 23 доллара. Вот это вот для стирки специальных waterproof одеяний. А вот это вот сама пропитка. В общем, сейчас будем пробовать и экспериментировать. Покажем вам, как это вообще все делается. Можно, кстати, можно делать в стиральной машинке, но руками тоже можно все сделать. То есть есть ручная стирка. Будем сейчас проверять, как будет все это в ручном режиме работать. Вот эти куртки, они у нас waterproof. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, waterproof. Вот, waterproof. Вот, смотрите, начинает тихонечку впитывать воду. Вот, видите, темнеет ткань, и она начинает впитывать. Впитывать. Вот, все, темнеет и впитывает воду. По идее, она должна ее полностью отталкивать. Но, к сожалению, мы уже выстарили всю защитную химию с нее. Прям видно, что вот вода впиталась. Смотрите, вся мокрая. Такое вот не должно быть. Ну что, начинаем эксперимент. Ураган, блин, приближается. У нас тут сбор воды. Вот, смотрите, вот оттуда вот придет. Вон, видите, все побелело. Вот оттуда придет ураган. Но не сейчас. Сейчас еще пока не ураган. Сейчас так, просто дождик. А дунет вот оттуда. Обещают пока 75 узлов. Вот оттуда. В общем, мы ждем его оттуда. Ну что, прошло 10 минут. Прям как по инструкции. Не знаю, в общем, как куртка, но рука у меня теперь точно waterproof. Фу, смотрите, капельки не впитываются. Обаньки, давай холодно. Что, несу в дару сразу? Да, давай. Я наливаю воду. Теперь мой комбинезон будет тоже waterproof. Хотя, кстати, на обычном ткани он не должен действовать. Ну что, в принципе, эту тоже 10 минут мы тут продержали в этом растворе. Вытаскиваем. Ну, вообще запаха практически никакого нет. Но вот руки такие, чуть-чуть, как будто я в каком-то застывшем хлее. В таком супер-клей, когда застывает. Вот рука такая же, чуть-чуть, такая жесткая. И какая-то странная. В общем, есть эффект. А так, чё, ураган первой категории уже дали. Вот здесь вот. Вот в ураганах. Вот. 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 Вот здесь вот он ещё. До баган. Он ещё тропический шторм. 85 узлов на порывах. А во фрипорте ему дают уже 90 узлов на порывах. 75 узлов. И вот, пожалуйста, ураган первой категории. Николь, пожалуйста. Сейчас мы будем снимать парус, чтобы с ней скинуть парус. То есть мы его просто снимаем. И чуть-чуть будет нам полегче. Потом мы будем бросать вот туда второй якорь на верёвке нашей кручёной. И, в общем, уже завтра с обеда уже начнётся дудка. И уже дали циклону имя. Уже дали первую категорию урагана на подходе здесь к нам. Иван шёл у нас с запада. А с запада у нас шёл Иван. А Николь идёт с востока. В общем, идеальное место для яхтинга, я считаю. Вот со всех сторон к вам придёт ураган. С запада, с востока. Наверное, ещё мы, если тут месяца два поставим, с севера придёт. Потом с юга. Прям вообще рай для яхтсменов. В общем, мы стоим здесь четыре дня. Поднимаем якорь и уходим. В общем, это просто нереально. Это какой-то просто бред, а не яхтинг здесь, в вашей Флориде. Поэтому снимаем парус, кидая второй якорь и не спим ещё четверо суток. Штормуемся. И вообще мне не нравится такой яхтинг. Всё, я пошла снимать парус. О, бля. Нам надо вот это, да, открутить? Берёвочку снять просто? Нет. Хотя, да, надо. Снимаем. Да, и ещё у нас там же зафиксировали, там уже отвязал. Нет, не отвязал. А там верёвочка. А здесь карабинчик, да? Здесь, да, крутить надо. Ключик. Снимаем? Да, снимаем. Какой ключик принести? Я сам принесу, а ты там залезь на... Куда-нибудь. Лезь. Я уже залез. Вон лодочки едут. Идут в порт. Вообще, местные власти уже объявили штормовое предупреждение. С сегодняшнего дня предстоятельно рекомендуют стоять в порту до вечера среды. А сегодня у нас понедельник. Понедельник у нас сегодня. Ну чё, снял уже? Да. Парус отсоединил. Рифы снимай. А как мне? Просто тянуть их сюда? Просто вытягивать. Нет, не здесь. Там. В конце вытягивать. Ага. То есть я пошла просто тянуть, да? Ты будешь контролировать, чтобы он не вывалился? Нет, не буду. У тебя есть чем ещё заняться. Залезай сюда. Да давай я выйти. Ты снимаешь ничего? Да, да. Надо развязать. Ой. Так, и вот тут. Где надо выйти. Давай я выйти. Стой, 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 стой. Сейчас я узел развяжу. Рифы надо отсюда протравить. Давай, короче, все рифы выносишь до мачты. Вытягиваешь до мачты. Ага. Давай. Нет, я placусь. На energies 세상. От位置. Отхоже. Откutto. Долее. Подкрутить. Ankydка. Долёт. bien. Берет. Томида. Смелып. Подкрутить, подкрутить. Подкрутить, подкрутить. желтый там где-то красную я достану пока красного как раз поменяем тому что он видишь у нас развалился да его надо поменять и тогда заодно все сделаем отлично заодно заодно и профилактику парушек делаю лан все в общем я вытаскиваю дальше так что у нас тут вот они поехали все теперь смотри здесь у него болт как мы его скинем подтягиваю пошел да она везде ниже давай пошел мне кажется что-то не то все потихонечку сейчас будешь травить вниз давай вынул фиксатор то есть парус сейчас в принципе упадет да мы его пусть опустим аккуратненько украинский блять да давай я так уберу пока он же не нужен а вдруг что вдруг понадобится мне понадобится не срочно же вдруг сейчас понадобится ну ладно инструмент должен быть наготове Вик снай снимай давай на так вот зажал не нравится здесь еще что-то было теперь потихонечку его можно травить или в принципе давай так снимай с лебедки открывай стопор и иди ко мне будем его снимать в смысле я снимаю и открываю да давай сначала я открываю давай и иди на ту сторону на наветренную сторону будем его ловить там давай я отпускаю да отпускаю и иди ко мне мне там проще вам будет выключить давай это все давай тогда что вытаскиваем латте да перчатки только нужны есть перчатки у меня нет где они все здесь вроде или там я честно говоря не помню так мы пару сняли сняли тебе спасибо они так все в стекле блестят в стекле смотри что такое вот значит в общем нам нужно вытащить латы это вот такие вот усилители в парусе в общем сейчас сейчас покажем сначала перчатки сначала перчатки техника безопасности не превыше всего птички какие поют это у меня в голове уже да да это у тебя в голове правда что-то странно птички тут ничего не будет ничего не будет ааааа развязала так одну уже вытащили самую маленькую одну уже вытащили самую маленькую еще где-то три штуки у нас не помню уже сколько хи хи так это развязала это можно вот они эх стекловолокно тут смотрите осторожно будете доставать куда-куда перчатками дали да давай давай развязал вылезает лата вылезает у нас он видишь порвались все колдунчики ага надо будет перешить обязательно тебе да а че мне тут латы будем когда вставлять в следующий раз надо глубже их загонять так они наверное когда парус у нас играет когда в переходе они просто сползают да и все да вот надо сделать так чтобы не сползали или обрезать ну вот это нормально вообще вон твоя вон твоя вон она она торчала или нет торчала и твоя торчала просто надо сделать так чтобы не торчала потому что цепляемся так ну что входовым положили так нет четко да лат кладем ну это не все складываем так и не уйдешь быстро да убирать убирать еще обратно потом все это ой смотри палочку не порви давай я вот здесь пальчиком прижму а ты узелок завяжешь давай пожалуй достаточно достаточно но в принципе главное его у нас ненадолго да надеюсь главное вниз скинуть его ну я так понимаю дождемся окончания сезона урагана да не будем ничего на место ставить нет будем когда мы через четыре дня ставим все обратно и уходим отсюда ты считаешь это это все это бред вообще-то перебор я не буду здесь больше стоять я без паруса уйду блин ласты одену и пойдем отсюда нахер все я не шучу давай что тут сто кило вниз стащить я встала тапочком на лату один стащишь да один стащу в нору в нору в нору в какую нору ты в нору в какую нору ой 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 что едет думаю надо пойти погоду посмотреть ладочи соберем есть же смысл и привяжем куда нибудь как считаешь ну можно конечно там вдоль борта привязать прям вдоль потопчик точно логично будем там бегать прям по ним если что все давай сворачиваем этот кого? бледи джек? да о пеликанчики пеликанчики не улетайте пеликанчики да тут они тут кстати зайчик мой не улетай да здесь здесь не будет никакого нога не будет? а куда же он полетел? здесь он живет фу господи иисусеньки иисусеньки раз два три четыре я пошла погоду смотреть все красотища о-хо-хо-хо цианом поленились потом дико пожалели сейчас вот лучше перестраховаться мы начинаем к этому уже привыкать да? это плохо делать регулярно да надо уходить там где есть яхты там где есть яхты короче здесь где-то 70 метров да надо будет наконец надеть трубу не забыть да так ну что я пошел на нос иди а я что трубу несу? нет ты наверное потащишь чего-нибудь одно из двух и не себе переверевку ну давай и цепь веревка легче пик обещают завтра ночью даже послезавтра утром у нас уже дует в принципе около 30 узлов мы сейчас будем вставать будем класть второй якорь такие вот у нас тут порывчики ну 35 где-то на порывах вот мы тут себе приготовили в прошлый раз у нас веревка перетерлась поэтому мы в этот раз решили вот так вот подстраховаться пусть лучше труба отрется я представляю тебе его куда-то окей да нахуй стояли, стояли и в общем не нашли бутылку сейчас подплывали к ней оказалось что она у нас с сюрпризом видимо пока кидали может цепью там, может еще что задели в общем подтапливается сейчас покажу что случилось будем сейчас перевязывать вот новую взяли держи смотри где рыбы разгрызли вот она, вот дырка вот и здесь дырка это рыбы, рыбы все все мне надо как-то чтобы ты держал, чтобы течения не было все, течения больше нет все четко на якоре стоим на якоре стоим ну как, научи как делать правильный узел ой, молодец ой, красотка все тебе зачет спасибо так поставил вон наши два поплавочка ждем в море погоды в море погоды как обычно какая лодочка хорошая ой у нас тут пол шестого утра следим за программой куракан в общем вот так вот он идет и его пока в этой программе обновление когда было? обновление было 30 минут назад сейчас покажу вот 5 часов до 30 минут назад все-таки чуть-чуть он севернее поднимается и сейчас вот его рисуют уже на примерно 20 миль на 17 миль от нас пройдет сам глаз но это пока куда он сейчас свернет неизвестно но в принципе уже пошел севернее и есть еще вот такие вот здесь у нас картинки как его рисуют в общем кто-то надеется что все-таки он пойдет еще на юг вот смотрите здесь есть такая вот лесничка обойдет кто-то рисует вот прям сразу он свернет даже до Флориды не дойдет ну и миллион вариантов что он пойдет вот сюда вот все-таки прижмется как-то там чуть-чуть пойдет по континенту господи вот он время 10 часов 20 минут утра вот вот такие вот приходится уведомления на мобильные телефоны всем жителям кто находится в опасной зоне так что не пропустит никто такое событие как ураган приближающийся у нас дует уже волна такая пошла мы стоим на трех с половиной метров глубины прижались к берегу но дует где-то наверное узлов 30 но уже такая вот прям волнишка не очень такая какая-то приятная так что ждем что будет дальше вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так что мы здесь ждем Сейчас у нас Какой день? Сейчас у нас вторник 16.47 Такой уже стабильный сильный ветер Будет завтра вечером Завтра примерно в 19 часов Начнется Сильный ветер И сегодня через пару часов начнется Сильный воздух Ураган меняет траекторию Идет Прямо через нас Должен был пройти Где-то, наверное, миль 70 От нас Сейчас уже идет В 10 милях от нас 75 Скорость ветра И 90 на порывах И первую категорию ему дают Уже на Багамах Вот на Багамах Как только он подходит к Багамам Из океана Ему сразу уже дают первую категорию 75 и 90 на порывах Что здесь не будет Неизвестно Ну что, тут скажешь Вот она, картинка Наша Вот Это То, что сейчас происходит Завтра Обещаю, что вот он подойдет В общем, такие новости Убираю С already a hurricane As we get closer to landfall 9 p.m. tonight It is still offshore With that landfall Being predicted By our Fox model Around 1 o'clock In the morning So this is gonna be coming in As everyone in Florida Is trying to sleep Fairly close To Port St. Lucie But of course, Jason Those impacts They are far reaching Away from landfall site Сегодня обещают ураган В погоде видно, что что-то не то В общем, сейчас у нас 40 узлов порыва Даже больше Ну и 30 ветер стабильно дует Нет? Больше? 35 35-37 35-37 Динги надо, наверное, лезть, да? Водосы были вот задние, не надо Да, надо было Ну что, пойдемте проверим полетки Как мы про третий якорь и что-то будем делать Давай Петлю забери, а то что-то подпишет Пошли У нас тут вода какого-то странного беловатого цвета И в принципе уже по погоде я смотрела для местных жителей предупреждения Их заливает там на берегу все дороги в воде И даже проводит уже эвакуацию вот этого берега Который с океана В общем, там у кого-то принудительная эвакуация У кого-то добровольная В общем... Стабильно Где-то часов 5 И порывы до 90 В общем, будем сейчас думать, что делать с третьим якорем То ли сейчас бросать, то ли чуть позже В общем, пока не знаю Пирса, кстати, вон притопила Вон домик белый, видно уже такую В воде Вон человек по пирсу ходит У него там две лодки вроде стоят Пришел такой, посмотрел и ушел Птички летают Пока еще клюв вперед Ладно, в общем, пойдем Что-то делать Вон, ну смотри, смотри, летит Не можно лететь Велика? Велика Велика Да, ну Перетерлась? Сейчас маска дает сюда Пойдем, там вон шквал идет Это напитание Продолжение следует... 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 69 28 все я вниз пошел 70 Смотри, давай за якорем. Я на нос не пойду, потому что запас. Давай. Да, ветер север, немножко на запад сходит. Ветер сорок, ну, пятьдесят, короче, дует. Болтинник идет. Мы сейчас на цепи стоим, получается, в первую очередь. Фух. В общем, это мы, это ураган. Вот мы стоим вот здесь, ураган вот здесь. То есть он прям параллельно с нами. И сейчас он вот так закручивается, и у нас ветер меняется на северо-северо-западный. И он уже более-менее такой стабильный, порывы не такие сильные. И он идет наверх. То есть если он будет севернее нас, а мы будем южнее от урагана, то ветер у нас в любом случае уже будет потише. Поэтому мы вот надеемся, что мы сейчас снимем в такой вот позиции. Ну, веревку я сейчас уже не пойду смотреть, что он пошел. Но пойти посмотреть, что с ветром или подождем, пока дождь пройдет. Да не ходи, ты и так весь мокрый. Да, я уже... Вотерпруф что-то не сработал. Вотерпруф, да, не работает. Вообще, или материал не тот, или пропитный, или я. О, классный чай. Тепленький. Ветер с севера склонится к северо-западу. Где нихуя не плывится. Да нет, идет, идет к северо-западу. Это говорит о том, что ураган с север не нас. Ох. На 30 градусов мы с северо-запад идем. О, обе веревки нормально там. Ну, цепь с веревкой нормально стоят. Обе в натяг каким-то образом. Я уже не знаю, как они так смогли договориться. Потому что цепь сползла, сто процентов. Потому что якорь, который у нас на цепи, они очень любят порывы. Поэтому я думаю, что у нас вот так вот веревка, и где-то вот здесь уже наша цепь. То есть мы стоим просто вот так на одном уровне? Не, ну там есть угол. Там, кстати, да, там этот угол такой более уже острый. И динге, снимать на видео не стал, потом заснимем динге. Так водой наполняется потихонечку. Там где-то килограмм, литров сто, наверное. Я думаю, что через часик мы развернемся, и пойдет у нас падает. Ну, если да, если у нас ветер будет меняться на какой-нибудь, например, на западный, это будет говорить о том, что он проходит. И как только мы встанем на юг, ну, в смысле, как ветер пойдет южный, и мы развернемся в противоположную сторону, то все, значит, ураган прошел мимо нас. Мы ждем. Все, да, да, идем смотреть за приборами. У нас тут... Нас уже разворачивает на северо-запад и даже уже... Ветер на северо-запад не стал. В смысле, да. Ветер на северо-запад не стал. Разворачивает нас к этому, к причалу. Ну, в общем, ветер меняется. Это говорит о том, что ураган у нас где-то примерно должен быть вот здесь. Или мы в центре глаза. Или мы в центре глаза, да. То есть у нас такое затишье, небольшой шквал и есть, но... У нас чуть-чуть стихло, мы этому рады, поэтому... Не, ну, во-первых, стихло-то аномально как-то. Аномально стихло, да. В любом случае это либо глаз, либо влияние глаза. То есть вся сила у урагана, в любом случае она вот здесь вот справа, спереди. А мы сбоку. Да, с севера. А мы сбоку. Поэтому, может быть, на самом деле... Даже мы и не сбоку, а мы скорее всего как раз уже... Сзади? Да, снизу, так как пошел западный ветер. Если нас сейчас уже начнет разворачивать и начнет на нас гнать южный ветер, значит, мы уже под ураганом. Значит, уже вот такая картина. Да, да, да. Значит, он уже на берегу. Ну, гру... Но он где-то уже здесь, в Флориде. Где непонятно, потому что все прогнозы, ни один прогноз толком не работает. Поэтому точно понять, где он сложно. Но по таким признакам, что поменялся ветер и затишье, вероятнее всего, что мы в глазе. Мы в центре урагана. Сейчас должен быть опять порыв, но уже с другой стороны нас должны развернуть в обратную сторону. Будет реверс. Тут, похоже, нас разворачивает. Разворачивает? Ну, просто цепи там. Скрипят цепи? Скрипят, да. И нас за время урагана стащило всего где-то на 15-20 метров, не больше. Если стащило вообще. Если стащило, да. То есть или веревки так натянулись. Ну, скорее всего, все-таки чуть-чуть, я думаю, нас подстащило. Вот такая вот у нас картина. Но это еще пока не все. На северо-запад станет. Значит, ураган севера нет. Значит, ураган севера нет. Время у нас почти 3 часа ночи. Где-то после 12, не, после часа было затишье. Два часа было тихо, спокойно, ну так, без особых порывов. Сейчас опять задуло. Мы выходим, получается, из глаза урагана. И так как он все еще идет вдоль берега, а не вошел в континент, он все еще имеет силу. И получается, что он на нас влияет уже с его обратной стороны, с нижней части. Поэтому сейчас опять у нас будет дудка в 40-50. Надеюсь, больше не будет. 40-50 узлов. Так что вот опять поднялась волна, опять качаемся. Ну так, ну мы стоим уже вот здесь вот, кстати. Мы весь ураган стояли вот здесь, вот в этой части. Сейчас он ушел, ураган, куда, на север. И мы, получается, развернулись. Спать охота. Спать вообще прям очень хочется. Ой. Очень хочется спать. Но нельзя. Потому что надо дежурить. Юго-западный ветер. 40 узлов. 35-40 где-то так. Перекручены. Но веревка слабая. Ага. Ее можно развязать. Я могу один или ты меня страхуешь. Давай я оденусь, тогда я тоже поднимусь. Давай. Там надо веревку перекинуть. Она перекрутилась цепью. Прям здесь, на площадке. Сейчас я буду там висеть и крутить ее. Да, бери фонарь. А Вика меня будет стукавовать. Ты на руку надень лучше. Так. Так лучше? Хорошо. Не берем камеру? Все, мы пошли. Ветер юго-западный. Прям реально юго-западный. Ну и постепенно сваливается на южный. То, что нам надо. Вот как южный будет, все, можно спать идти. Сейчас 40 узлов. 40 узлов. Порывы были до 50. Ну уже все, ураган уходит от нас. О, блин, как же спать-то хочется. А тебе, Вика? Холодно еще. Холодно. Как дунуло там. Да, ходили, не брали камеру, все равно темно, ничего не видно. Утром покажем. Там веревка. Мы завели веревку из расчета на то, что мы должны были в обратную сторону. делать разворот. В общем, в другую сторону сделали разворот. Веревка перекрутилась цепью верхняя. И мы отвязали веревку и привязали к той же веревке, но только под цепью. В общем, вот так вот. Все, я тоже раздеваюсь. Честно говоря, я думал, что уже не будет никаких таких аномалий. Снимать все это надо. Да? Да. Мы теперь ждем, ждем, когда ветер загаснет совсем. Здесь вот на этом, кстати, видно. Вот он. Центр как идет. В общем, очень какой-то обширный ураган. 30 миль от нас. Трекер поставь. А у нас тут до сих пор дует. То есть, вот мы... Ну, он мощный. Мощный. Не написано, да? Сколько он от нас? Написано чего? Нет, уже не написано. Он сверху под надписью. Вот это? А, точно. Вот. То есть, вот мы, вот сейчас здесь ураган. Он только что обновили, в принципе, ну, 30 минут назад. 30 миль от нас. И вот он только входит в берег, он как раз в силе еще. Причем он как шел, 75 миль в час с порыва 90, так у него вот здесь вот все точки вообще просто ни туда, ни сюда с одной скоростью шел. И в берег вошел с точно такой же скоростью. У нас 4 утра, дует 40 узлов, порыва чуть-чуть побольше. Я уже все спать пошла, я не могу больше, вырубаюсь. У нас вот развернуло на... Южный ветер, в общем, пошел. Я через час проснусь, вам расскажу, где мы и куда нас еще развернулось. Я не обязательно включила и пошла. В общем, началась такая качка, что спать вообще невозможно. И у нас сейчас дует 50 узлов. Ураган уже в 50 милях от нас на север ушел. А у нас дует 50 углов. Очень большой ураган. Очень большой след за ним. О, так что не поспишь. Буду дежурить. Вместе будем. Дежурить будем вместе. Так все, рукой к берегу и стоим. Тут волнищи какие-то, ух! Ураганище, бушует просто, не уйдет никак. Нормально, говорю, развернула. Нормально, нормально. Вот это сколько там? Ничего страшного. Я не полезу туда. Не надо, не надо. Кто там с нашими плавками-то? Пятьдесят два! Пятьдесят два! И это через шесть часов после урагана. Да уж. Правильно? Пятьдесят два. Правильно, говорят, через шесть часов, после того, как он у нас прошел? Гластер? Ну да, наверное. Мы там, веревка не работает. На цепи стоим, да? Да, только на цепи. При пятидесяти узла вырежу. Не будем перезаводить ничего. Ну, стоим пока. Стоим, да. Якорь держит, хорошо держит. Ну ладно, давай. Подождемся, пока все это закончится. А это закончится вообще? Да. Мы выстояли. Ураган первой категории. Николь. Смотрите. Он уже ушел. Как десять часов мимо нас. И вот какая погода. До сих пор волнища какая. Не удивлюсь, если сейчас дождик не пойдет. Нам надо срочно спасать наши Динги. Смотрите, сколько воды. Но мы ожидали, что будет больше, конечно. В общем, вот сколько нам водища налилось. Ой, сейчас пойду посплю еще немножко. И будем спасать Динги. И вообще, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комменты. Будьте вместе с нами. Ух.